Я не знаю, как это вы будете делать. Если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистом и не предоставляет ту информацию, которую он должен предоставить, и прежде всего, вот основным нашим, скажем прямо, журналистам и средствам массовой информации вносите предложение о его замене немедленно. Потому что второй раз это уже будет очень больно для него. Если ты пришел министром, заместителем, руководителем предприятия, будь добр разговаривать с журналистами, как бы ни было трудно и сложно. Притом, у нас же есть закон. На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать. Но почему он слабенько работает? Почему? Потому что вы не настаиваете, потому что вы срослись с этими отдельными министрами и руководителями. Один звонок, отвечай, не отвечешь, завтра у президента будешь отвечать. И мало не покажется. То есть для этого есть нормативная база. И вы требуете, показывайте минусы и плюсы, чтобы не было тенденциозно и у людей не складывалось впечатление, ну что все плохо и руки опускаются. Или все хорошо, будем спать, все оттуда свалится. Как жизнь, так ее надо и показывать. Александр Григорьевич, я только хотела добавить, что вы абсолютно правы, и мы это видим. И поручение такое не просто министрам было дано, а премьер-министру о том, что они обязаны комментировать и выступать на телевидении, в газетах. И мы сейчас это жестко отслеживаем. Это ненормально, я согласен, если президент больше говорит, чем министр на его тему, это плохо, я тоже это плохо воспринимаю. Но как-то события и дела наваливаются так, что вроде только что возмутился, а тут какое-то другое событие, третье и прочее, это уходит. Поэтому надо поставить это жестоко. Жестоко. Да, если там журналист где-то что-то перебирает, у тебя есть право оспорить. Есть руководитель, в конце концов. Есть та же глава администрации, позвонила, сказала, ну, она отменит это решение, сказать, да, вот так вот надо. Мы общее дело делаем. И не надо отбрыкиваться от этих вопросов. Это не министр, если он не работает с журналистами и со средствами массовой информации.